Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим восхитительные булочки к чаю. Очень вкусные, мягкие, воздушные, с нежной начинкой. Чудесный десерт для большой компании. Готовим дрожжевое сдобное тесто. Рецепт проверенный, никогда меня не подводил. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Я заранее достала из холодильника масло размягчённым, а молоко специально подогрела до тёплого. Замешивать тесто я буду вот в такой серьёзной машине, планетарном миксере от компании Гемлюкс, в спонсоре сегодняшнего нашего видео. Всё очень просто. Сразу все ингредиенты, кроме сливочного масла, отправляю в чашу миксера. Тёплое молоко, 2 яйца, сахар, пакетик дрожжей 12 граммов, половина чайной ложки соли и 4 стакана муки по 160 граммов. Ориентируемся на тесто. В случае необходимости можно пару столовых ложек добавить. Устанавливаем двойной крюк для замеса дрожжевого теста и замешиваем на средней скорости. Всего здесь 6 скоростей, я замешивала на третьей. Когда все ингредиенты объединились, добавляю в размягчённое сливочное масло. После того, как добавили сливочное масло, вымешиваем ещё минут 5. Порядок. Так, вот оно, наше тесто. Смотрите, с одной стороны оно очень мягкое и нежное, а с другой стороны совершенно не липнет к рукам. Та-бам! Миску смазываю растительным маслом. Тесто отправляем в миску. Накрываем пищевой плёнкой и отправляем в тёплое место примерно на час. Тесто должно хорошо подняться. В качестве начинки для булочек я возьму варёную сгущёнку. Но хочу начинку сделать менее сладкую и более нежную. Поэтому я сгущёнку разбавлю. Можно разбавить или творогом, или сливочным сыром. У меня здесь творожный сыр, сделан из замороженного кефира. Рецепт такой есть на канале. Я ссылочку обязательно оставлю. Вот получается такой, смотрите, нежный-нежный, мягкий творожный сыр. Ингредиенты для начинки отправляем в чашу миксера. Теперь устанавливаем вот такой большой венчик для большой чаши. Чаша 10 литров. И взбиваем на высоких оборотах до полной однородности. Так вот, смотрите, какой красивый карамельный крем получился. Ещё хотела уточнить, что если творог крупинчатый, если вы творог используете, то тогда лучше протереть его через сито. Возвращаемся к тесту. Смотрите, как шикарно поднялось. Чтобы не подсыпать лишней муки, я стол и руки смажу растительным маслом. И для удобства буду работать с тестом частями. Возьму примерно половину. Так, а остальную часть накрою. Делаю вот такую колбаску. И по небольшому кусочку отрезаю. Из каждого кусочка формируем колобок. Подкатываем. Так, теперь каждый шарик нужно заполнить начинкой. Тесто очень мягкое, очень приятное. Начинки я беру примерно чайную ложку. И аккуратненько вновь формируем шарик. И здесь тщательно защипываем. Вот, первая булочка с начинкой готова. Выкладываю практически впритык. Вот так, совсем маленькое расстояние друг от дружки. Я хочу, чтобы это был такой один большой пирог. И каждый по булочке себе отрывал. Накрою булочки полотенцем. И оставлю в теплом месте подойти еще минут на 30. Ну вот, булочки подошли. У меня получилась вот такая форма. Чуть побольше. И еще небольшая квадратная форма. Там я сделала совсем маленькие булочки. Теперь смазываем их взбитым желтком или яйцом. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20. Вот, теперь булочек хватит на всех. Завариваем вкусный чай. И подаем к столу. Булочки я не разделяю, а ставлю на стол прямо в таком виде. Каждый сам отрывает себе булочку. Особенно это нравится детям. Булочки получаются легкие, воздушные, мягкие, с нежной карамельной начинкой. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся!